Здравствуйте, меня зовут Янис, это дисциплина операционной системы среды, раздел 3 операционной системы Windows. Тема этого видео – операционная система Windows, управление памятью и распределение ресурсов. Windows – группа семейств коммерческих проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса. MS-DOS является прародителем Windows. Каждое семейство обслуживает определенный сектор компьютерной индустрии. Активные семейства Microsoft Windows, включая Windows NT и Windows IOT, они могут включать подсемейства, например, Windows Server или Windows Amet Compact, Windows SE. Неактивные семейства Windows Microsoft включают Windows 90-х, Windows Mobile и Windows Phone. Изначально Windows была лишь графической программой надстройки для распространенной в 80-х и 90-х годах операционной системы MS-DOS. Windows – управление памятью. В Windows каждый процесс имеет свое адресное пространство до 4 ГБ памяти, не физическое. Физическая память ограничена системными ресурсами оперативно-запоминающего устройства и дисковым пространством. Windows выделяет приложение 2 ГБ памяти, а остальные 2 ГБ резервируются для нужд ядра. Если объем оперативно-запоминающего устройства меньше, чем 4 ГБ, то Windows использует механизм виртуальной памяти. Когда объем оперативно-запоминающего устройства будет исчерпан, часть содержимого физической памяти переносится на жесткий диск. Этот механизм называется подкачкой. Для каждого процесса ядро поддерживает таблицу страниц, структуру, позволяющую преобразовать виртуальные адреса в физические. Виртуальная память Windows использует механизм отображения области физической памяти на любую область 32-х разрядных адресов для того, чтобы любая программа как бы обладала своим собственным физическим оперативно-запоминающим устройством. Каждая программа имеет собственное виртуальное адресное пространство, которое диспетчер виртуальной памяти преобразует в адреса физического оперативно-запоминающего устройства или файла на жестком диске. Физическое виртуальное, то есть логическое адресное пространство каждого процесса разделено на страницы, кванты памяти, размер которых зависит от компьютера. Ядро может перемещать страницы памяти в страничный файл на диске и обратно. Когда страница перемещается в физическую память, ядро обновляет таблицу страниц соответствующего процесса. Когда ядру требуется место физической памяти, оно вытесняет самые старые страницы физической памяти в страничный файл. Все это происходит незаметно для приложения. Windows. Распределение ресурсов. Память является важнейшим ресурсом, требующего тщательного управления со стороны мультипрограммной операционной системы. Память представляет собой линейную последовательность ячеек одинакового размера, называемого машинным словом. Ячейки занумерованы, начиная с нуля. Номер ячейки называют ее адресом. Для того, чтобы процессор мог выполнять команды программы или обрабатывать данные, они должны располагаться в ячейках памяти. Обращение к командам и данным происходит по адресам этих ячеек. Функции операционной системы по управлению памятью. Функциями операционной системы по управлению памятью является. Первое. Отслеживание свободной занятой памяти. Существуют два способа учета использования памяти. Битовые массивы, они же битовые карты, и списки свободных участков. При работе с битовым массивом память разбивается на блоки фиксированного размера. Каждому свободному блоку в битовой карте соответствует нулевой бит, каждому занятому единичный. Важным вопросом здесь является выбор размера блока. Если блоки слишком большие, программа будет выделяться много лишней памяти. А если блоки слишком маленькие, их соответственно много, сам битовый массив будет занимать слишком много места. Другой способ состоит в поддержке связанного списка занятых и свободных участков. Каждый элемент списка указывает, является ли область памяти свободной или занятой, адрес которого она начинается, и ее длину. Вторая функция. Выделение памяти процессом и ее освобождение. Поскольку желательно, чтобы процесс располагался в памяти непрерывно, задача заключается в том, чтобы найти подходящий участок свободной памяти, в котором может уместиться процесс. Выбор участка задачи может осуществляться по разным правилам, таким, например, как Первый попавшийся участок достаточного размера, или участок, имеющий наименьший достаточный размер, или участок, имеющий наибольший достаточный размер. Все эти правила имеют свои преимущества и недостатки. При использовании связанного списка участков необходимо каждый раз, когда процесс завершается и освобождает память, не просто пометить занимаемый или им участок как свободный, но и слить соседние свободные участки в один. Третья функция. Настройка адресов программы на конкретную область физической памяти. При написании программы для идентификации переменных, то есть данных, программист использует символьные имена. Компилятор, обрабатывающий исходный текст программы, должен заменить символьные имена переменных их адресами в памяти. Но поскольку компилятор не знает, в какую область памяти будет загружена программа при выполнении и какой диапазон адресов будет ей доступен, он предполагает, что программа будет находиться в памяти, начиная с адреса 0. Адреса, которые компилятор назначает командам и данным программы с учетом этого предположения, называются виртуальными адресами. Совокупность виртуальных адресов процесса называют виртуальным адресным пространством. Каждый процесс имеет собственное виртуально-адресное пространство. Максимальный размер виртуального адресного пространства ограничивается разрядностью адреса, присущей данной архитектуре компьютера, и, как правило, не совпадает с объемом физической памяти, имеющейся в компьютере. Физические адреса соответствуют номерам ячеек оперативной памяти, где в действительности расположены или будут расположены переменные и команды. Один из способов преобразования виртуальных адресов программы физически заключается в использовании двух специальных регистров – базового и предельного. Когда программа начинает работать в базовый регистр, загружается адрес начала программы, а предельный регистр говорит о том, сколько занимает в памяти команды и данные программы. Для того, чтобы узнать физический адрес команды, надо к ее виртуальному адресу прибавить содержимое базового регистра. Устройство, которое выполняет преобразование адресов, называется диспетчером памяти. Четвертая функция – вытеснение процессов из оперативной памяти на диск и возвращение их в оперативную память. Вытеснение процессов происходит в том случае, если для очередного поступившего процесса не хватает памяти. Вытесненный процесс возвращается в память, когда приходит его очередь выполняться. Пятая функция – защита программ друг от друга. Каждый процесс должен работать со своим адресным пространством и не должен получать доступ к адресному пространству другого процесса. Диспетчер памяти может реализовать это с помощью предельного регистра. Если адрес, по которому пытается обратиться программа, превышает сумму базового и предельного регистров, выполнение команды запрещается. Этот способ работает в том случае, если программа размещается в память непрерывно. В простых моделях распределения памяти предполагается, что каждый процесс занимает в ней непрерывный участок. Как уже отмечалось в этом случае, диспетчер памяти может легко преобразовать виртуальные адреса физически и обеспечивать защиту процессов друг от друга с помощью двух регистров. При статичном распределении памяти виртуальное адресное пространство каждого процесса делится на две части одинакового размера, называемые страницами. Оперативная память делится на части такого же размера, страничные блоки. Размер частей выбирается к кратным степени двойки, например, 4 кБ. Страничное распределение памяти. Страничное распределение памяти имеет две важные особенности. Первое. Соседним страницам программы не обязательно соответствуют соседние страничные блоки в оперативно запоминающем устройстве. То есть, программа не хранится в памяти непрерывно. При использовании этой стратегии преодолевается ограничение на рост процесса. Каждый раз, когда работающей программе требуется дополнительная память, ей выделено требуемое целое число свободных страничных блоков, не обязательно смежных с теми, которые ей уже заняты. Решается также проблема фрагментации. Для нового процесса не требуется искать свободный участок подходящего размера. Второе. Некоторые страницы процесса, к которым в данный момент не производится обращение, могут отсутствовать в оперативной памяти и подгружаться с диска по мере необходимости. Таким образом, общий объем памяти, занимаемый рабочими процессами, может превышать объем памяти, имеющейся в системе. Этот метод называется виртуальной памятью. Подкачка, своппинг и виртуальная память служат для решения одной и той же задачи. Принципиальное отличие заключается в том, что в первом случае с памяти на диск выгружается процесс целиком, а во втором его отдельные страницы. Для того, чтобы определить, в какие страничные блоки загружены страницы данного процесса, используются таблицы страниц. При загрузке операционная система создает для каждого процесса информационную структуру, то есть таблицу страниц, в которой устанавливается соответствие между номерами виртуальных и физических страниц для страниц, загруженных в оперативную память, или делается отметка о том, что виртуальная страница выгружена на диск. Кроме того, в таблице страниц содержится управляющая информация, такая как признак модификации страницы, признак невыгружаемости, выгрузка некоторых страниц может быть запрещена, признак обращения к странице используется для подсчета числа обращений на определенный период времени, и другие данные, формируемые и используемые механизмом виртуальной памяти. Адрес таблицы страниц, выполняющийся в данный момент программы, хранится в специальном регистре процессора. Каждый раз, когда программа пытается обратиться к некоторой странице памяти, анализируется таблица страниц этой программы. Если обнаружится, что данная страница находится в оперативной памяти, выполняется преобразование виртуального адреса физически. Если требуемой страницы в оперативной памяти отсутствует, происходит страничное прерывание. Когда происходит страничное прерывание, операционная система должна выбрать страницу для удаления из памяти, чтобы освободить место для страницы, которую нужно перенести в память. Для этого в операционной системе может быть реализован тот или иной алгоритм замещения страниц. Пока будет выбираться страница для замещения и происходить обмен между памятью и диском, вызвавший прерывание процесс, переводится в состояние ожидания и активизируется другой процесс из очереди готовых. Алгоритмы замещения страниц. НРУ. Не использовавшаяся в последнее время страница. Таблица страниц содержит два статусных бита, связанных с каждой страницей. Бит R устанавливается в значение 1 при обращении к странице с целью чтения информации. А бит M устанавливается в значение 1, если содержимое страницы модифицируется. Когда страница загружается в память, оба бита установлены в значение 0. Время от времени по таймеру бит R сбрасывается в 0, чтобы отличить страницы, к которым обращение происходило недавно. На основе текущих значений R и M страницы делятся на четыре класса, которые начинаются с нулевого. Нулевой, где R и M имеют значение 0. Первый класс R равно 0, а M имеет значение 1. Второй класс R имеет значение 1, а M 0. Ну и последний, третий, R имеет значение 1, а M имеет значение 1. И для замещения выбирается произвольная страница из класса с наименьшим номером. Второе. FIFO. Первым прибыл, первым обслужен. Поддерживается упорядочение страниц по времени их занесения в оперативную память. Замещается страница, которая была загружена первой, то есть наиболее давно. Третий алгоритм. Ну и вторая попытка. Предоставляет собой алгоритм FIFO, но у удаляемой страницы изучается бит R. Удаляется первая страница, у которой бит имеет значение 1. Четвертый алгоритм LRU. Страницы не используются дольше всего. Для реализации алгоритма необходимо поддерживать связанный список страниц с отслеживанием в порядок обращения к ним, что может потребовать больше расходов. Ну и пятый алгоритм. Рабочий набор. Рабочий набор – это множество страниц, наиболее часто используемых процессом. У каждого процесса имеется свой рабочий набор. Операционная система должна следить, чтобы во время работы процесса его рабочий набор находился в памяти. После того, как страница для замещения выбрана, анализируется бит модификации M. Если выталкиваемая страница с момента загрузки была модифицирована, то ее новая версия должна быть переписана на диск. Если нет, то занимаемая ею память может быть просто освобождена. А на этом у меня все. Оставайтесь на канале. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok